Да? То есть, получается, кто у вас венчались, например? Скажи мне. Венчался мой папа, брат папы, еще один брат папы, сестра. Сестра. И наверняка бабушка с дедушкой однозначности. Конечно. В принципе, это очень важная традиция. В свое время в Советском Союзе она практически отсутствовала, эта традиция. А вот в современное время, конечно, традиция возродилась. И очень правильная традиция. Но, видите, можно говорить еще и о традициях, допустим, познавательных. Когда с семьей мы что-то узнаем, и родители вас приучают к каким-то познаниям. Какие могут быть, в принципе, познавательные традиции? Олес. Можно ходить по местам воинской славы, например. Узнавать про людей, которые воевали здесь, которые защищали, ну, родину, землю эту. Ну, в принципе, да. А какие еще могут быть познавательные традиции? Узнавать папенники, которые тебе неизвестны. Узнавать, кому они, за что. Ну, узнал, что. Ну, конечно. И что? А дать ваши правила, Юля, что? Святые возложить, конечно. Ну, передать это другому поколению знания. Ну, кто не знает, рассказать. Ну, кто не знает, что не знает. Все правильно. А мы, кстати, классом так и делаем, да? Тоже входим же. В принципе, это тоже традиция. Это уже, конечно, школная традиция. Если говорить, что школа – это большая семья, вторая семья, то, конечно, это правильная традиция. Так, какие могут быть оздоровительные традиции? Ну, походы с родителями в лес, в лекаре, в лекаре. Аняка, расскажи. Какие будут родители? Ну, можно сходить с родителями в лес. А янравки? Нет, ну, всегда, допустим. Это можно тоже как традиция. Вы пройдете отходить, когда-то в лекаре. Настя, а вот я знаю, вы ездите с семьей, и папа вас берет на машине, вы ездите на южный берег Крыма. Что вы с семьей смотрели? Какие там объекты культурные? Воронцовский дворец, Ливодийский, Массандровский, потом Араганный зал в Ливаде. В Никите были? В Никитском ботаническом саду. В Ливидском ботаническом саду. В принципе, конечно. Учан-Сул, Татчичкино место. Ну, молодец. Есть повод даже для того, чтобы набраться опыта именно в этой семье по этой традиции. Все правильно. Дети, а какие могут быть, допустим, традиции из серии культуры? Культурные традиции какие? В музей или в семье. А кто из вас ходил в театры, допустим, с семьей? Ну, да, я в музей. Даже в музей, например, можно сходить. Конечно. В нашей тоже культуре. Ну, нет, можно сходить. А у кого есть традиции, допустим, ходить в театр? Ну, сомневаюсь. Или, может быть, дома какие-то представления делать театральные? Катя, у вас есть такое фильме? Вот ты рассказывала, что на Новый год вы одеваете костюмы. И что? Ну, идем к моей крестной и там включаем Новый год. Ну, все вместе. В этих новогодних костюмах сказочных героев, допустим, или какие-то там символы новогодние, да? Ты рассказывала, с кем ты была на Новый год в разные годы? Ну, была лисой, елкой, потом... А папа кем был? Ну, он был часами, медведем. Разные годы. Видите, в принципе, очень хорошая традиция. Традиция, она сплачивает семью. И верится после этого в доброе, хорошее. Ну, вот, вы знаете, существует вот такая традиция, которая есть у каждого из нас с вами. Это традиция охранить семейные фотографии. Вот следующий блок классного часа, так и называется, загляните семейный альбом. Олесь, ты сейчас мне поможешь, расскажешь. Пока Олесь настраивает компьютер, я бы хотела, чтобы каждый из вас, что принес фотографии, рассказали, как появляется на фотографии ваша традиция в семье. Давайте по порядку. Так, Влада, иди сюда. Вот на ручку. Покажи, пожалуйста, ручка, это твоя фотография. Расскажи, что это за традиция у вас. У нас каждый Новый год мы идем к бабушке, и празднуем Новый год большой семьей. То есть мама с папой, братья, дядя, тетя. Ух ты. Ну, от всей семьей. Вот тут мой дядя, мой папа, я маленькая и бабушка. И бабушка. А еще, когда вы к бабушке идете, вот, это же фотография не на Новый год. Ну, это я знаю, это на рождении. Тоже всегда большинство семьи. Все правильно. Хорошая традиция. Присядь давай, брат. Допустим, Юля, вот ты можешь подойти и рассказать, что это за фотография, что она на себе представляет. Ну, это мы с гостями, мои крестницы. Иногда мы туда ходим вдвоем с мамой, иногда с папой. Если папа приходит с моря. Ага. А какие еще у вас есть совместные праздники с крестной? Ну, когда у мамы, например, день рождения, или меня, мы ее приглашаем. Ну, правильно, хорошая традиция. Папа приезжает, мы тоже приглашаем. Встречаете папу, встречается вместе с крестной. Она правильно приглашает. Это тоже хорошая, хорошая, добрая традиция. Молодец, Юля, присаживайся. Так, здесь у меня, а вот, интересная фотография. Влад, иди сюда рассказывай, что это за традиция у вас на фотографии отражена. Ну, это мы. Ну, это мы вот здесь. Это мы каждую, каждой осенью ездим. Покажи фотографию. Ну, вот. Каждый у вас есть за грибами. Это я, это папа, это брат, это мама. Это мама. Хорошо, хорошая традиция, да. Вот здесь есть маленькая фотография. Дима Чернов, сейчас ее расскажешь. Что это за фотография, тема у нас связана? Ну, это... Ручку возьми и сайт звука, как так же, как и Каблак стоял. Ну, мы каждый год ездили, я помню, когда был маленький, в страну сказок. Угу. И там есть памятник, вырезанное из дерева, как вам сказать. Это какому-то солдату это предполагают, так ведь? Это солдата-освободителю. Там я каждый раз фотографировалась. Вы всей семьей ездили туда? Да. Ну, нормально, хорошая традиция. Так, серия фотографий из семьи Кати Ясневой. Иди. Рассказывай об этих вот фотографиях, что это за традиция? Ну, это, как мы говорили, это традиция, когда каждый Новый год мы одеваем жену в костюмы. Когда была лисичкой. Да. Это у нас каждое лето мы ездим в Ялту. Там. С семьей, да? Ага. А это что? У вас какая традиция в семье? Ухаживать за младшими сестрами. С сестрами и братьями. Конечно, это твоя традиция. Родители заботятся о вас, а ты уже заботишься о своих младших братьев и сестр. Хорошая традиция. Так, теперь, вот, Анюта, иди рассказывай. Что это вот традиция у вас? Это не то, чтобы традиция, это просто. Это мы ездили к гостям нашим, друзьям. У них был вот такой мишка. Мы здесь прикрасил. И вот, здесь еще нет моего брата. Это очень старая фотография. Там где-то еще сама маленькая, да? Да. Ну, вот Анна сказала, что это не традиция. Но то, что поехать куда-то с семьей, дети, это уже должно быть традицией. И это есть на самом деле традиция. Анюта, все правильно. Это нормально, это традиционно. Чтобы с семьей куда-то поехать в гости до кого-то. Ведь есть семьи, в которых, к сожалению, не ездят в гости, не ходят, не приглашают. Из-за этого просто в семье чувства исчезают. И семья может просто развалиться. А ведь самое главное предназначение в семье – сохранить жизнь и сохранить каждого человека как индивидуальность, как личность. Это очень важно. Хорошо. Теперь вот у нас есть серия фотографий. Уже мы через компьютер покажем. Так, Олесь, рассказывай, показывай, что там у тебя. Ну вот мы с семьей, с моими крестами, ходим в Бауквало. И вот мы с Бауквало шли, 9 мая, это мы шли в сторону Фиолента. И вот фотографии там были на батарее оборонительной. Это кто здесь? Это ведущая фотография. Это я, моя мама и папа. Красивые. Иди, еще художественно выполнены фотографии. Это очень рамотно. Да, потом вот фотография. Ну это уже Настя. Рассказывай, Настя, это что? Это мой папа, я, моя старшая сестра и моя мама. Это наша первая семейная фотография на Новый год. Я, куда вы здесь поможете? Ну рассказывай о твоих традициях, да. Наш дом хранит в себе традиции дедушек и бабушек, близких и дальних родственников. Несмотря на то, что в нашем роду создаются новые семьи, традиции остаются прежними. Например, среди детей есть традиция на праздники устраивать концерты для взрослых. Дети танцуют, поют, устраивают забавные конкурсы, показывают фокусы родителям. Я лично участвовала в таких представлениях.